Годами дома же стареют. Согласно с ним, каждые 15-25 лет дом должен пройти капремонт. Так дальше продолжаться не может. Жителям многоэтажек необходимо следить за состоянием домов. Иначе в один прекрасный момент они просто развалятся. С таким резким заявлением чиновники обратились к шимкенцам. Сегодня жители едва собирают деньги на ремонт изношенных тепловых сетей со скрипом на замену кровли. Мы собрались поговорить о том, допустим, те наболевшие вопросы. Управляется либо КСК, либо управляющая сервисной компанией. То есть вопрос стоит в одном. Какие пути решения более благоприятны для жителей и в то же время нормально будут влиять на подготовку многоэтажного жилого сектора района. Помочь с содержанием многоэтажек возьмется ассоциация управляющих компаний. Но для этого необходимо согласие всех жильцов. На плечи горожан ляжет содержание этих компаний. Хотелось бы как раз на основе этих сервисных управляющих компаний создать систему, может быть, круглосуточной аварийной службы. На этой основе хотелось бы, конечно, охотайствовать или просить рассмотрением вопроса о выделении земельных участков. Земельных участков вот этих сервисных компаний. Раньше управляющим компанией или домправлением, или сотрудникам коммунальных служб выдавались служебные, даже квартиры, помещения выдавались. Привести в надлежащий вид как старые, так и новые многоэтажки можно и по программе развития ООН. Гранты есть известные и условия их получения. Мы можем создать, мы уже как вдвоем предлагали, ГЧП, государственное частное партнерство. Пожалуйста, наш труд, ваша поддержка, как и надо, земли, финансовые, на вас вратно стоят. Мы не говорим, деньги дайте, мы вернем, не вернем. Нет, деньги дадут ассоциации, КСК, сырные, они выполнят ту работу, наоборот, войдут в доверие народа. Народ увидит, что сделано, они пойдут за ними. У домкомов на этот счет есть свое мнение. Прежде чем создавать кооперативы, необходимо разобраться с коммунальщиками. А то в последнее время монополисты только и знают, что требовать оплату за неиспользованные услуги. Микроорган Север, 49-й дом. Мне 12 января 2016 года установили прибор учета. Но я сказала им, у нас горячая вода, как вы будете нам делать? Экономии никакой нет. Ноль. У меня в квартирах у каждого счетчик стоит, в подвале прибор учета стоит, экономии нет. Почему нет? Я ежемесячно платю. У меня трехкомнат на 420. Ну, по квартирам у нас все это. Мои жильцы согласны. Ну, нам на 4 года его разделили. На 4 года. 2 года я бьюсь уже, чтобы нам сделали как положено. Нам приносят 5500. За 6 дней 6400 принесли за отопление. Написали апрель месяц. В результате удалось прийти к единому мнению. Прежде чем выбирать управляющие, которые будут помогать с содержанием многоэтажек, вначале необходимо упорядочить работу монополистов. А уже затем организовать встречи с населением, дабы объяснить людям о реальных проблемах жилищного фонда. Шанару Разова, Амантай Ульбеков, Дильшат Адашев. Информационная служба телекомпании «ОтРАР».